Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Моя дочка 12, она ушла из дома, живет у барни, говорит, домой не вернется, я знаю, где она находится, но забрать ее не могу. Она категорически не хочет домой, я говорил с ней по-хорошему, просил ее вернуться, что напрасно, в школе проблемы из-за частных пропусков, она обещала посещать школу, но снова не пошла, сказала, что заболела, вот. И, соответственно, вы спрашиваете о том, да, вот, значит, как вернуть дочь. Вот, ну, само собой, есть несколько здесь вариантов, да, то есть есть вариант, согласно которому вы можете это сделать, скажем так, против ее воли, вот. тем самым, пожалуй, совершив, ну, не то чтобы какую-то очень плохую вещь, вот, то есть мы не будем говорить о том, что это однозначно что-то плохое, вот, но явно это не поспособствует тому, что вы с дочерью станете ближе друг к другу, вот, это нужно, пожалуй, что понимать, это нужно, пожалуй, что учитывать этот факт, необходимо учитывать. Второе, это то, что, конечно, нужно увидеть, из-за чего ребенок ушел, вряд ли она ушла просто так, ну, это бегство от чего-то, от чего-то очень, скорее всего, неприятного, травмирующего, болезненного для нее, вот. Поэтому, конечно, лучше всего, на этой причине, и, конечно, лучше всего, просто удерживать общение, если вы хотите по-хорошему, если вы не хотите пользоваться своим правом, как родители, принуждать ее жить с вами, если она этого не хочет, то, конечно же, здесь имеет смысл, очень большой смысл, именно поддерживать общение и процесс, собственно, этого общения, да, а вот стараться выяснять, какие же, вот, причины у ребенка, чтобы не быть дома, вот. Я понимаю, что это, так скажем, непросто, я понимаю, что это нелегко будет, я понимаю, это прекрасно. Тут, конечно, многое зависит от вас, многое зависит от того, вот, хотите ли вы этот вопрос решать и каким образом вы хотите этот вопрос решать. Вот. Я думаю, так можно вам ответить на эту ситуацию. Естественно, естественно. дочке нужно понимать, во чем она возвращается, вот, ну, в соответствии с вашими ценностями, да, вот. и, пожалуй, вот, что самое неприятное в этой ситуации, это то, что у вас на самом деле есть такая возможность заставить, у вас есть такая возможность вот, у вас есть такая возможность, а воспользуетесь ли вы ею или нет, это вам решат, вот. Ну, будете ли вы использовать или нет, это решат исключительно вам, ну, вот. Это будет, наверное, сложнее всего, вот, то есть сложнее и тяжелее всего. будет, на мой взгляд, для вас не воспользоваться такой возможностью, вот, когда и если она у вас будет. Я думаю, как-то, ну, как-то так можно вам ответить сейчас, вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот, мне, конечно, очень жалко, что вы оказались в такой ситуации, вот. Тем не менее, тем не менее, вот, что нужно, на мой взгляд, понимать, вот, это то, что если у вас получится вернуть ее, то есть если все-таки вот вы ее вернете, вот, то проблемы не решатся, то все равно, то есть какое-то вот, ну, против боли, да, все равно не исправит проблематику. И в этом смысле может даже навредить все больше, вот. Поэтому я думаю, что очень аккуратно нужно подходить к этому вопросу, вот, к вопросу, как вы будете действовать в этой ситуации, что вы будете делать. Вот, нужно очень аккуратно к этому подходить и действовать, вот, в рамках, в рамках, ну, вот, в рамках своей, своих ценностей, которые у вас есть, вот, на мой взгляд, это, ну, в какой-то степени единственный для вас способ. А, способ, а, ситуацию как-то разрешить. То есть здесь вот, в рамках своих ценностей доносить, а, доносить до дочери, что вы, правда, верите в то, что он поступает и корректно. Вот. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь. Удачи. Удачи.